Меняется мир вокруг нас. Изменения происходят здесь и сейчас. Происходят постоянно, во всех сферах. Поэтому важно замечать эти изменения, видеть долгосрочные тренды, понимать, какие новые возможности открываются для нашего бизнеса и для MLM в будущем. Первый тренд — это гиг-экономика. От американского слова «гиг» — подработка. Сейчас экономика меняется, и работодатели все чаще предлагают сотрудникам свободный график или непостоянную работу. А сотрудники этому и рады. Теперь у них есть больше времени на домашние дела, на общение с детьми, на занятия спортом, на хобби. Теперь уже постоянная работа с 9 до 8 не имеет такой большой ценности, как раньше. А ведь подработки — это основа основ MLM. меняется отношение к подработкам, и это открывает для нас новое окно возможностей. Во многом это ценности поколения миллениалов, людей 1980 по 2000 год рождения. Миллениалы — это следующий важный тренд, на который нам всем нужно обратить внимание. Это молодые люди в самом расцвете сил и активности, потому что они оказывают большое влияние, в том числе и на другие поколения. На них смотрят, на них равняются. Они живут в соцсетях, делают заказы через интернет, в основном через мобильные приложения. И, как правило, они практически не реагируют на нашу обычную рекламу. И чтобы их заинтересовать, нужно соответствовать их ожиданиям. От нас с вами требуется более активная работа в этом направлении. Андрей рассказал нам о своем поколении миллениалов. Мне, видимо, в силу возраста достался следующий тренд. Старшее поколение растет продолжительность жизни, люди дольше остаются активными, они продолжают работать и развиваться, заниматься спортом. И, конечно же, они остаются активными покупателями, они покупают нашу продукцию, и для них интересен дополнительный заработок, который мы предлагаем. Поэтому в ближайшие годы мы будем пристально смотреть на эту аудиторию и работать с этой аудиторией. Здоровый образ жизни становится все более популярным. Все больше людей занимаются спортом, хотят жить дольше, оставаться бодрыми и активными. Они отказываются от вредных привычек и часто переходят на правильное питание. Поэтому категория wellness активно развивается и становится все более востребованной. И мы берем курс на активное развитие этой категории как одной из самых перспективных. Следующие несколько трендов, конечно же, связаны с интернетом. Объем интернет-торговли постоянно растет. Так, в России он превысил в прошлом году 1 триллион рублей. И регионы в этом смысле не отстают от Москвы и Санкт-Петербурга, а нагоняют их очень быстрыми темпами. При этом больше половины заказов делаются через мобильное приложение. Именно поэтому нам так важны суперсовременные, суперудобные сайты и мобильное приложение. Андрей, ты знаешь, я вчера в гостинице увидел такую интересную рекламу. Там было написано «Загрузите наше новое гениальное мобильное приложение». Мне так понравилось это слово «гениальное», поэтому мне очень хочется, чтобы наше мобильное приложение на базе САП было гениальным. Алла, я думаю, что здесь присутствуют сотрудники, которые вас обязательно услышат и сделают наше приложение гениальным. Надеюсь. По данным мировой статистики, обычный человек проводит в соцсетях по несколько часов в день. Причем это справедливо практически для всех возрастов. Таким образом, соцсети становятся важным каналом коммуникации, через который распространяется информация, в том числе и о продукции, формируется имидж. Привлекаются новые потребители, осуществляются покупки. Соцсети создают новых лидеров мнений, блогеров с многотысячной и даже миллионной армией подписчиков. Соцсети – это важный канал, важный инструмент развития бизнеса, как для компаний, так и для каждого из здесь сидящих. Смартфон теперь – главный инструмент сетевика. И вот я вижу, он смартфон, наверное, у всех. И мы запускаем, поэтому именно этой осенью мы запускаем проекты по активному продвижению наших продуктов в сети интернет. А также обучение лидеров в работе в интернете. Андрей, не раскрывай всех секретов. Сегодня у нас еще будут выступления наших коллег на эту тему. А я хотела сказать еще об одном тренинге, о встречном, так сказать. Потому что часто бывает, когда человек погружается с головой в интернет, наступает такая интернет-эйфория, а потом наступает усталость от бесконечных постов, лайков, жизненный показ. И тогда человек выныривает из интернета и возвращается к реальной жизни своим друзьям, коллегам, знакомым. И, конечно же, интернет всегда будет в нашей жизни. Просто он занимает там свое определенное место. Поэтому я уверена, что живое общение, которое лежит в основе нашего бизнеса, всегда будет востребовано. И MLM будет развиваться в будущем не только в интернете, но и в реальной жизни. Итак, мы положили с вами в копилку знаний о будущем семь трендов. Это тренд на подработки и свободный график. Новые целевые аудитории, миллениалы и активное старшее поколение. Новая категория продукции – wellness. Важность интернета как канала продаж и соцсетей как канала распространения информации. И при этом ценность живого общения. Когда все вокруг движется и меняется, человеку и компании нужны постоянные ценности. Нужно на что-то опереться. Для нас одной из таких ценностей, конечно же, является наша замечательная продукция с добавленной стоимостью, широкий ассортимент и доступные цены. И, конечно же, для нас такой ценностью являются люди. Именно вы, лидеры Фаберлик, ваши структуры, ваши клиенты – это главная ценность компании. Благодаря вашему доверию и поддержке нам удается всем вместе строить удивительную МЛМ-компанию – Фаберлик. МЛМ-бизнес – это ведь не только проверенный годами метод, но и мощный современный тренд. Весь мир постепенно становится сетевым. И мы стояли у этих истоков. Но новое время требует и новых ходов. Наш ответный ход на изменяющийся мир, на те тренды, которые мы с вами видели – это цифровая перезагрузка Фаберлик. Вы видите на экране наш счастливый клевер, у которого четыре счастливых лепестка. Мы с Андреем расскажем вам о зеленом клевере, о новой программе лояльности. Программа лояльности играет очень важную роль в удержании и привлечении потребителей. Она должна быть простой, понятной, с привлекательными бонусами. И тогда растет привязанность к бренду и растут регулярные покупки. Нам нужен был новый, сильный инструмент для повышения повторной активности и для роста ваших структур. И мы стали его искать. Мы посмотрели самые современные программы, используемые компаниями абсолютно в разных сферах и по всему миру. Изучили, как наши консультанты воспринимают существующие предложения Фаберлик. И обнаружили, что постоянная скидка консультанта или привилегированного покупателя не воспринимается как ценность, не мотивирует консультантов на повторные покупки. А ведь на это уходят наши большие деньги. Нам нужно что-то современное, интересное, в тренде. Поэтому сегодня мы представляем вам новую, современную программу лояльности «Кэшбэк». Мы уже запустили эту программу в странах Балтии и Европы в тринадцатой кампании. Программа запуска разрабатывалась совместно с лидерами этих стран, а также с лидерами Украины. И она уже дала первые замечательные результаты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова